Я вас приветствую на канале Степан Холера, мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и сегодня едем домой. Наконец-таки! Наконец-таки мы с вами едем домой. И это слово... Не совсем, правда, домой. Но я думаю, что мы таки доберемся сегодня туда, потому что я взял груз, но чтобы пустым не ехать, как-то оно неинтересно совсем. Груз взял где-то километров за 150 уже от дома. То есть буквально там чуть-чуть останется, и мы с вами попадаем домой. По-моему, тут палеты пустые. Давайте посмотрим. Да. И заработаем мы 5000, потому что маршрутик небольшой, поэтому особо и не паримся. Взяли да поехали. А 5000 на дороге все-таки не валяются, согласитесь. Так, погнали. И я хотел бы все-таки еще светануть вот эти вот значки, которые у нас там есть, да? Как бы нам их лучше светануть. Ну, этот, скорее всего, мы засветим, потому как почти рядом проедем. А тот, который там... Справа... Ну-ка, что это? Автосалон Рено, отлично. Слушайте. Может, мы здесь и брать будем Рено? Чем черт не шутит? Вот, ну а сюда придется заехать. Пускай с грузом. Ага, там у нас есть выезд, все в порядке. Кадровое агентство. Засветили. Вот, все, погнали. Хватит уже. Что стоять, если все стоят и так, да? Какой смысл? Так. 50. Да ладно. 55 километров и сразу штраф. Ну вы доиграйтесь. Я отключу штрафы и все. Я буду кататься везде 120. И на красный тоже буду ездить. И все бесплатно. Абсолютно. Так, ладно. Нарушение это нарушениями? Но когда зарабатываешь всего 5000 за рейс, как-то отдавать тыщенку 20%. За то, чтобы быстрее проехать, как-то оно не камильфо. По-моему. Что ты как неродной, ну? Едва ползет. Да что ж такое с вами? Люди. Ну, тут вот понятно. Ну, вот уже домой охота. Побыстрее. Уже просто не в моготу терпеть. Поэтому-то и спешу. Хотя, конечно же, не надо было бы спешить. Спешка, как известно, да? Кого куда приводит? Недаром же говорят. Тише едешь. Меньше интересностей увидишь на дороге тогда. И меньше приключений получишь. Что за жизнь без приключений, согласитесь, да? Ну как? Потому-то мы с вами и постоянно все нарушаем. Потому-то и напиваемся вдрызг, чтобы где-то оказаться потом. За три девять земель и ни черта не помнить. И было бы чем похвастать, если больше нечем. Вот. Потому-то и летаем, выпучив глаза. Переворачиваемся. Гибнем и так далее. Все из-за того, чтобы было больше приключений. Иначе это просто тоска зеленая какая-то. Сидишь себе, ничего не происходит. Едешь потихоньку. Никаких тебе происшествий, ДТП, ничего, да? Но это же просто какой-то, не знаю, мавзолей настоящий. Потому и находим себе разные интересные истории. К сожалению, только не все могут их потом рассказать по окончании. Просто потому, что некоторые уже не доживают до окончания этих историй. Но было в процессе интересно. Так вот можно сказать, на эпитафии написать. Ему было интересно. Что будет, если прыгну с девятиэтажного дома вниз головой? А что будет интересно? Сигнул. Узнал. За миллисекунды. До того, как отошел в мир иной. Очень популярны сейчас на ютубе всякие такие вот видео. А что будет, если то-то и то-то сделать? Что будет? Или а как это? Да, и там, ну, типа, типа такого, да, вот. И одно видео, ну, по-моему, другого стоит. Какие они там есть? Даже не возникает желания посмотреть. Такое. Ну, и так понятно, что будет. Примерно понятно, что будет. Зачем смотреть еще это видео? Так, интересно, сколько же мы едем с вами. По-моему, не очень быстро, потому что вот 130, да, не скорее, чем 130 он едет. Но я где-то так, 135, 140, может быть. Давай, бабушка, быстрее! Моему, бабушка газанула, тоже так нехило. Тут камеры где-то. Где такой добропорядочный этот водитель, дальнобойщик? Еду себе потихоньку. Где тут там, где камеры были? Или они просто не успели зафиксировать мою скорость? Вот они, камеры, смотрите. Я, смотрите, я даже еще медленнее еду, чем вы фиксируете. Все, проехали камеры, теперь можно снова-таки набирать обороты. Ну, не тащиться же нам в самом-то деле. Когда уже дома пирожки стынут. Снова камеры, да что ж такое. Нужно будет ночью приехать и скрутить камерам эти вязы. Замылить. Или проводок чекнуть. От которых они питаются. И можно кататься снова. Со всей скоростью. Так что это как-то сегодня какое-то этот настроение несерьезное. Но это только из-за того, что поблизости дом. Рядом. Мы едем почти туда. Там останется немножко. Вот только из-за этого я только на это и грешу. А так, конечно же, мы с вами ездим чинно, потихоньку. Не спеша. Ну, давай уже. Ладно. Да и вообще тут дороги, смотрите, да? 130 км в час. Там в комментариях спрашивали, да. Снял ли я ограничения? Снял. Ну, естественно, вы видите, да? И ограничения для легкового транспорта поставил. Чтоб не париться. Сравните с первыми видео, которые выходили на канале по Евротрак-симулятору. Там, где мы ползали со скоростью 40 км в час. По-моему, в первой части там где-то я ездил. 60 км в час и было так страшно. Все приходит с опытом, буквально. Абсолютно все, даже играть. Становишься лучше немножко. После 200 часов игры. Вот, ну и, конечно, не в последнюю очередь еще и от руля тоже зависит. На клавиатуре еще попробуй. Погоняй. Хотя специалисты есть, я видел. Гоняют даже на клавиатуре. Но все-таки, если это симулятор, то нужен руль. Руль, педали и коробка переключения передач. Ну, это все равно, что я даже не знаю, как сложно с чем сравнить, чтобы такое, чтобы было понятно. Не играть на руле в симулятор. Все равно, что играть в игры с закрытыми глазами. Так, по-моему, мы настолько быстро приедем, если, конечно, все в порядке будет. Что успеем не то, что на пирожки, а, по-моему, там, баба, маня или мотри, а кто там у нас, я уже забыл. Еще и компота сварит. Сварить успеет. И он будет горячий. К пирожкам. 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 вот как бы не тот это город куда мы с вами стремились смотрите да что такое 50 что это за скорость атаки ага мы на границе здорово да вот он у рады а какая-то нас с вами приветствует успели довольно таки быстро солнце солнце еще не села и я думаю что дальше я уже груз не буду никак выбрать естественно что подъеду без груза не заметил этого мужика сори мужик эти 400 дам ты это закрасишь то где я там тебя стукнул немножко да горит какой закрасишь я этих я их прогуляю а жене скажу что где-то там тернулся и уехал тот который тернул меня так ну ладно хватит уже сегодня нарушений давайте постоим на светофоре да вот смотрите светофор вот ну как ну зачем здесь горит красный свет если никого нету 5 километров вокруг или вон там зачем гореть красному свету почему нельзя датчик поставить который будет отслеживать нету автомобилей включать и желтой мигающий да ну это же элементарно или еще лучше зеленый но это уже не то что мавитон это какое-то старье которое только раздражает такие вот эти перекрестки не умные уже умные дома умные автомобили а перекрестки и светофоры тупые до сих пор что ты будешь делать как с этим бороться где-то у нас вот это ладно не будем изгаляться 266 километров за три часа мы с вами просвистели немножко подзаработали немножко под это так 177 258 не хватает 3000 всего ну я думаю что вишку уж город не будет не будет никакого груза но давайте посмотрим а вдруг просвистим мимо 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 еще раз мимо ну значит на нету суда нет поехали вот у нас есть мукачево есть уж города и ближайшие это из депрессина какого-то но хорошо поехали 224 километра три часа оба а ближе нету никогда получается вот есть через мукачево но это по моему дальше все таки так вот ближе будет дороги хорошие в принципе да я думаю что вы доберемся вот но доберемся уже скорее всего через этот через отель чтобы ночью не пилить через отель заедем в тех сервис и поедем потом сударица пораньше гаражик что только хотел нарушить как тут зеленый сошелся так давайте смотреть что у нас колеса и кабина немножко примятая потому что мы там стукнулись 770 евро хорошо тюнинг тюнинг говорили мы там сами чтобы мимо не нужно купить подарочек какой-то да и и говорили о том что этот подарочек будет сумка розового цвета ноутбук я решил себе оставить сумка розового цвета по моему может и холодильник купить или ретикюль вот такой а смотрите это бабе мане точно за 930 что же там внутри за 930 евро а или это сумка от гуччи скорее всего ну хорошо ну как не взять бабе мане сумку от гуччи которые она будет брать на базар и овощи покупать там а также курей дохлых вот это вот все соседки просто обзавидуются когда она туда лучок будет складывать чесночок баклажанчики картошечку набрасывать без пакетов просто так насыпом в сумку от гуччи и подумают тогда соседки что но ты баба маня вообще что ли разбогатела сумки по 1000 долларов или по 1000 евро а ты их вообще не бережешь ни капли ну так могем если захотим так хорошо 6 часов вот ну что наверное друзья давайте мы в следующей части закончим я понимаю что вы хотели сегодня посмотреть но это долгая песня будет мало того что 200 километров проехать я еще хочу посмотреть а вдруг у нас груз какой-нибудь появился все же и и даже если мы с вами приедем там пока будем обниматься с бабой маней пока там подарки дарить я похвастаюсь ноутбуком своей своим а ей подарю эту сумочку розовую нам же потом нужно будет сбегать еще в банк получить денег потом нанять водителей потом купить автомобили то есть это быстро не делается и скорее всего у нас уже времени не хватит доехать и все это сделать поэтому мы в следующей части с вами спокойно доезжаем минут за десять реального времени и еще минут десять-пятнадцать занимаемся всякими приятными делами покупаем нанимаем водителей ну и так далее вот поэтому я на этом буду с вами прощаться всем спасибо за внимание удачи всем и пока пока пока